МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только дежурные группы. О работе детских садов рассказала директор департамента образования. Молодая семья. Соровчане могут улучшить свои жилищные условия. Выход из самоизоляции. Как подготовиться к работе? Далее расскажем обо всем подробно. Уже неделю в каждом детском саду функционируют дежурные группы. Пока туда ходят около 250 ребят, но с 18 мая их количество может достигнуть 1300. Принимают только детей, оба родители которых обязаны работать. Каждое утро дети, приходящие в сад, будут проходить через жесткий фильтр. Прежде всего, все меры безопасности будут соблюдены в соответствии с санэпид-требованиями. То есть в обязательном порядке выставить дезинфекторы, в обязательном порядке проводить дезинфекцию помещений по требованиям санэпид-ситуации. Утром детей принимают медики. Они смотрят и осуществляют входные фильтры. Они смотрят на состояние детей. Любых деток с любыми проявлениями катаральными мы не принимаем в детский сад. И, соответственно, предлагаем остаться дома. Также контролировать будут и состояние самих работников. Дети будут в соответствии с режимом питаться и гулять. Каждое дошкольное учреждение работает в соответствии со своим графиком. Родители призывают приходить в сад в масках. Вместе с тем, сарой продолжает фиксировать новый случай заражения коронавирусом. Несмотря на все меры по дезинфекции и проветриванию помещений, риск заболеть в саду остается. Я вообще рекомендовала бы родителям, особенно маленьким, не везти детей в детский сад. Я бы все-таки призывала к тому, чтобы поберечь. И только если безвыходная ситуация у родителей, приводить детей в дежурную группу. В любом случае риск взаимодействия с детьми, 15 человек в группе, 12, 15, 10, 8. Это в любом случае уже риск для ребенка. И любое взаимодействие в таком количестве может привести к возникновению, да, или передаче какой-то там инфекции. Получить место в дежурной группе можно и после 18 мая. Для этого необходимо обратиться в детский сад, который ребенок посещал до 30 марта. В таком режиме дошкольные учреждения будут функционировать до особого распоряжения. Также Департамент образования обращает внимание родителей, чьи дети в этом году впервые должны идти в сад, что приходить за путевками не нужно. Всю информацию передали заведующим. Они будут звонить родителям сами. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 5 миллионов 600 тысяч платежных карт было выпущено в Нижегородской области к началу этого года. Увеличивается число организаций, которые принимают карты к оплате. В них появляются новые терминалы оплаты. К 1 января их в регионе было уже более 66 тысяч. Растут количество и объем безналичных платежей. Но что делать, если режим самоизоляции еще не снят, а срок действия карты заканчивается? Банк России рекомендовал кредитным организациям до 1 июля обеспечить возможность использования граждан платежных карт с уже истекшими сроками действия. Это позволит жителям пользоваться бесперебойно дистанционными способами оплаты и избежать необходимости похода в банковский офис в режиме самоизоляции. Многие кредитные организации уже продлили срок действия просроченных карт всех платежных систем. Другие еще работают над этим. Поэтому лучше заранее уточнить в своем банке, как там подошли к этому вопросу. Еще одно изменение коснулось карт национальной платежной системы «Мир». Согласно закону, до 1 июля этого года должен был завершиться перевод на карту «Мир» граждан, получающих пенсии на банковские карты. Однако, с учетом текущей ситуации, срок продлили на три месяца – до 1 октября. Таким образом, банки смогут перечислять пенсии на любые карты. И после 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в период действия режима самоизоляции приходить в офис банка. Что касается безналичных переводов, то Банк России с 1 мая 2020 года также отменил комиссию для граждан в системе быстрых платежей, если сумма не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг к другу или между своими счетами, открытыми в разных банках, участниках системы быстрых платежей. Если сумма будет выше 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия банка не должна превышать 0,5% от суммы переведенных средств, но и не более полутора тысяч рублей за операцию. По мнению специалистов, все это даст людям возможность активнее использовать именно дистанционные и бесконтактные платежные инструменты, что в условиях вынужденных ограничительных мер не только удобнее, но и безопаснее. Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Оплатить часть новой квартиры с субсидией от государства могут молодые семьи. Программа по улучшению жилищных условий рассчитана на супругов до 36 лет, которые нуждаются и готовы расширить свои квадратные метры. Семья получает 35% стоимости квартиры от государства, а остальное выплачивает сама, сразу или в ипотеку. Социальная выплата может быть направлена на приобретение, на строительство индивидуального жилого дома и на погашение ранее полученного кредита. Выплата зависит от состава семьи. Семья из двух человек получает 35% от расчетной стоимости жилья, исходя из стоимости квадратного метра, установленного для расчета в этом году примерно 49 тысяч. Семья из трех человек и более получает также 35%, но уже от другого метража. Допустим, семья из трех человек получает от 54 квадратных метров. Программу реализуют на протяжении 14 лет. В этом году денежный сертификат получили 9 участников, 3 из которых уже им воспользовались. Семья Федосеевых два года ждала своей очереди. Теперь молодые родители активно готовятся к переезду в новую квартиру. После того, как у нас появился третий сын, мы начали думать, как нам решить жилищную нашу проблему. Нам жутко стало не хватать площади для нашего пребывания. Буквально месяц назад мы получили сертификат и уже использовали его на купленную квартиру. Старший пойдет вот в этом году в школу. Он ждет, когда у него наконец-то будет своя комната. Списки претендентов на сертификаты в 2021 году формируются до 26 мая. Подробную информацию о программе можно получить по телефону 977-51. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Пытаясь получить обещанные 10 тысяч рублей на ребенка от государства, постарайтесь не потерять свои деньги. За последние несколько дней в интернете появилось около 30 фейковых сайтов, притворяющихся порталом госуслуг. Через эти виртуальные страницы мошенники собирают персональные данные пользователей, а также разводят доверчивых граждан на якобы комиссии за перевод пособий. Еще раз обращаем ваше внимание. Все выплаты оформляются исключительно через официальный портал госуслуги. И за получение пособий никогда не нужно платить никаких комиссий. Пособия на детей от года до трех и от трех до десяти лет, а также пособия по безработице. Это единственные виды поддержки граждан в связи с пандемией. Однако мошенники в интернете предлагают гражданам оформить компенсацию за самоизоляцию в размере 15 тысяч рублей. Разумеется, за перевод средств нужно заплатить пошлину. Такого вида компенсации законом не предусмотрены. И все подобные сайты – это уловки мошенников. Один из таких лжегосударственных порталов разоблачил депутат Государственной Думы Александр Курдюмов. Эксперименты ради я ввел данные человека, который умер в конце прошлого века. Но даже учитывая эти обстоятельства, система насчитала почти 130 тысяч рублей по выплатам. То есть этому человеку заплатили бы 130 тысяч. Но, естественно, граждане, поверив, оплачивают пошлину, а вот компенсацию никогда не получат. По-прежнему мошенники активно предлагают в интернете чудо-средства для борьбы с коронавирусом. Например, очиститель воздуха, убивающий возбудителя заболевания или лекарства, исцеляющие от COVID-19. Работают аферисты и офлайн. Под видом проведения бесплатного тестирования или вакцинации от коронавируса проникают в квартиры к доверчивым гражданам. Чаще всего пенсионерам. А дальше по накатанной схеме. К гражданам поступают различные СМС-сообщения о профилактике так называемой COVID-19, что необходимо привести те или иные препараты, которые помогают и профилактируют данную болезнь. Либо какие-то различные спреи, какие-то медикаменты, медицинские аппараты. На эти факты ловки поддаваться не нужно. Ни в коем случае не доверяться никаким YouTube-каналам, где там красивая реклама, вывески о том, что данный препарат поможет вам в данной проблеме. Будьте внимательны, оформляя любые пособия онлайн. Внимательно проверяйте адрес портала, через который вы это делаете. И помните, если деньги просят с вас, значит вы наткнулись на мошенников. А если в ваш дом под видом соцработников пытаются попасть незнакомые люди, спросите у них удостоверение и обязательно позвоните в Центр социальной защиты, прежде чем пускать незваных гостей. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Возобновить работу парикмахерские рестораны и салоны красоты смогут при условии установки камер видеонаблюдения. Их планируют подключить к государственной системе аналитики, которая будет распознавать соблюдение мер безопасности, использование масок и перчаток, дистанцию между клиентами, проведение дезинфекции после посещения. Такие поправки внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в указ о введении режима повышенной готовности. Приобрести и обеспечить бесперебойную работу камер владельцы бизнеса должны за свой счет. На вход обязательно камера нужна, но именно на стойку, где происходит оплата процедур и так далее. Это в плане даже обезопасить и себя, и потребителей, потому что в нашей студии камера стоит на вход, поэтому я не вижу в этом большой какой-то проблемы. В плане финансов это тоже сейчас решается. Сейчас много организаций, которые предоставляют видеонаблюдение, интернет. И, как правило, это пакет, который включает все, и можно оформить рассрочку, либо на год как-то этот платеж растянуть. Покупка, установка и обслуживание камеры на входе в среднем обойдется в 8 тысяч рублей. В принципе, траты вполне подъемные. Но пока не ясно, достаточно ли будет только такого наблюдения, чтобы фиксировать в салоне обеспечение всех заявленных мер безопасности. Что включает в себя антикоронавирусная видеоаналитика, никто точно сказать не может. Будет ли это одна или две камеры, или по камере в каждом кабинете. Поэтому и предстоящие траты владельцев бьюти-бизнеса спрогнозировать сложно. В любом случае, после полутора месяцев простоя эти расходы многим могут оказаться не по карману. Даже с учетом компенсации, которая составит 50% от трат, но не более 3 тысяч рублей за одну камеру. К тому же есть и этический аспект вопроса. По словам Елены Петренко, если камера на входе оправдана, то в кабинетах абсолютно неуместно. Видеосъемка нарушит приватность процедуры и личное пространство клиентов. Как правило, люди находятся обнаженные на многих процедурах. И, естественно, никто не будет снимать голого клиента. Это понятно. Если только снимать косметолога, вопрос для чего. У нас всегда есть меры антисептики, меры обработки, все эти журналы и тому подобное. Мы и так соблюдаем, потому что мы сами заботимся о том, чтобы у нас не было никаких случаев, когда кто-то чем-то заразился или какую-то заразу привнес. Областное министерство промышленности разрабатывает технические требования к системе и порядок возмещения затрат. Прислушаются ли власти к мнению предпринимателей? Покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Мечты о путешествиях воплотил в роль видеоролики воспитанник детской школы искусств номер 2 Вениамин Котлов. Со своей работой он занял первое место на Всероссийском фестивале молодежного и семейного экранного творчества в Новосибирске. «Мультсемья-2020» прошла в онлайн-режиме. Это все проходило в условиях самоизоляции с той техникой, которая есть. То есть, если у тебя есть телефон, у которого есть фотоаппарат, это уже хорошо. Если у тебя есть фотоаппарат, это вообще прекрасно. У каждой команды была своя тема и выполняли строго работу на свою тему. В конкурсе приняло участие более 40 детских студий со всей страны. Каждой команде выдавалось задание, которое они должны были выполнить в течение дня. За полторы недели участники сняли больше шести фильмов. По словам Марии Долиной, придумать сюжет и заснять его на камеру было не так просто. Участникам приходилось прибегать к подручным средствам. В то, что ты находишься в квартире, у тебя вся техника либо на работе, либо ее вообще нет. И приходилось выкручиваться, прикручивать телефон скотчем к штативу. По регламенту в конкурсе могли принимать участие только ребята от 14 до 16 лет. Но восьмилетнюю Юлю Тюлюпу это не остановило. Как только девочка узнала об онлайн-конкурсе, она сразу попросила маму ее зарегистрировать. Организаторы пошли навстречу и придумали отдельную номинацию «Семейная», в которой приняло участие три семьи. Мне понравилось участвовать в съемках моего любимого питомца-кота, рисовать на компьютере. Там ты отвлекаешься от того, что существует вообще этот карантин, коронавирус. Отвлекаешься от этого, делаешь какие-то задания, тебя спрашивают, ты отвечаешь. Школа искусств номер два на фестивале «Мультсемья-2020» представили 10 воспитанников. И почти все они стали лауреатами. Это в очередной раз показало высокий уровень работы педагогов. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Шестилетний Илья и Сережа Камышовы придумали и шили из подручного материала сотрудника ГАИ. А Игорь Мирошников создал из пластилина картину, изображающую территорию Саровского УВД с высоты птичьего полета. В городском этапе конкурса полицейские дядя Степа приняли участие 17 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам предстояло изготовить из подручных материалов тематические поделки сотрудников органов внутренних дел, участкового уполномоченного, госавтоинспектора, кинолога, оперативника и других. В текущем году в связи с введением режима повышенной готовности и ряда ограничительных мероприятий был изменен формат проведения конкурса и подведения его итогов. Все это происходило путем онлайн-голосования и сами работы тоже в онлайн-режиме поступали для участия. В этом году в состав комиссии вошли представители общественного совета, ветеранской организации и сотрудники управления внутренних дел. Они оценивали конкурсантов по двум критериям – соответствии теме и аккуратности изготовления. Все работы вызвали восторг у членов жюри, но по условиям конкурса во второй этап в главном управлении внутренних дел по Нижегородской области было направлено всего три работы. Работы, которые отправятся в Нижний Новгород, пройдут отбор на региональном уровне. Лучшие подделки отправят на Всероссийский конкурс Москву. Посмотреть итоги всех этапов конкурса можно будет на сайте Главного управления МВД России по Нижегородской области. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Творчество, любовь и забот объединяют большую семью Цеповых уже 28 лет. Папа – защитник и опора семьи, мама – хранительница домашнего очага. По словам Аллы Цеповой, самое важное – взаимопонимание и умение выслушать друг друга в любой момент. Всем нужно уделить внимание обязательно, всех нужно любить, потому что каждый требует к себе любви. На выходных семья часто выбирается за город. Младшие любят просторы, прогулки на природе. Старшая дочь уже создала свою семью. Сын занимается каратэ, ходит в художественную школу. Близняшки танцуют, поют и шьют вместе с мамой текстильных кукол. Мы попросили маму, дай нам иголку, мы хотим тоже попробовать сшить что-нибудь. Я, конечно, испугалась, думаю, детям 4 года, можно ли дать им иголку в руки. Но оказалось, что ничего страшного. Под моим присмотром они даже попытались что-то там сшить, и мы доделали с ними этих куколок. Теперь они у них любимые, естественно. Одна из главных семейных традиций Цеповых – организация и празднование дней рождения. Члены семьи самостоятельно пекут торт и рисуют открытки. Дети привыкли все делать вместе. Для меня семья стопан делали, готовили, играли и делали руки. Еще один пример счастливой семьи – Чита Рудаковых. Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна познакомились еще с студентами. В 1958 году. После долгих встреч мужчина решился сделать предложение. Я в костюме был, порегал сточки на все. Мы на лавочке посидели. Я говорю, Зина, давай-ка все-таки поженимся с тобой. Мы просто-напросто любили друг друга. И понимаешь полуслова, как и сейчас. В этом году пара отмечает 60 лет совместной жизни. Дети, внуки и правнуки – живое доказательство любви, пронесенной сквозь года. Чувства, по мнению юбиляров, со временем не угасают. Забота и ласка проявляются даже в простых мелочах. Я стараюсь даже постель убрать раньше ее. Пока она идет умывается, я ее уберу. Она идет, ой, надо убрать. А я уже убрал. Посуду, покушаю все. Я стараюсь убрать. Она отвернулась, я уже вымыл ее. Чтобы руки у нее были, чтобы нокаточки не раз, чтобы не это. Чтобы было все нормально. Вот и она также за мной ухаживает. И я за ней ухаживаю. Вот это и есть какая-то любовь. Не болтовня, а именно любовь. Сейчас Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна по-прежнему посвящают каждую минуту друг другу. По словам мужчины, семья – главная ценность в жизни человека. И ее без супруги он уже не представляет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Нет ничего проще, чем надеть маску. Но даже у такого средства защиты есть определенные правила ношения, чтобы это было максимально комфортно и безопасно. Правило первое. Прежде чем надеть маску, необходимо обработать руки антисептиком. Второе. Повязку нужно носить наружу той стороной, где закрепляются веревки, чтобы она плотно прилегала к лицу. Третье. Важное правило. Срок годности медицинской маски ограничен. Поэтому лучше ее менять каждые два часа. Казалось бы, инструкции элементарные, но далеко не все с ними справляются. Например, президент Южной Африки во время обращения к народу надеть маску смог не с первого раза. Если вы решили сделать маски самостоятельно, то выбирайте практичный материал, чтобы он не препятствовал нормальному дыханию. Также маски можно сделать из марли, сложив ее в несколько слоев. Перед повторным использованием тщательно продезинфицировать, постирать и прогладить утюгом. По словам специалистов, маска – универсальное средство защиты. Если здоровый человек носит маску, то при сохранении дистанции в полтора метра его шансы заразиться при встрече с носителем вируса падают до 70%. Если больной человек носит маску и соблюдает дистанцию, то, скорее всего, он никогда не заразит. Учитывая, что большинство носителей COVID-19 не имеют никаких симптомов, маска играет важную роль. Вы можете не знать о своей болезни, но, надевая маску, вы с большей долей вероятности защитите от коронавируса других. Режим самоизоляции для многих не пройдет бесследно. Специалисты предупреждают о посттравматических расстройствах, которые появляются из-за долгого нахождения дома и использования социальных сетей. На фоне постоянного нервного напряжения и неопределенности могут развиться бессонница и эмоциональное истощение, активизироваться страхи. Сейчас обостряются очень страхи. И эти страхи, они такие, говоря терминологией нашей, специалистов, трансгенерационные, то есть межпоколенческие. То есть некоторые видят там в полицейских, ну каких-то полицаев, да, вот как бы из прошлых времен. Кто-то там во врачах видит еще каких-то врачей, карательные медицины там и так далее, да. Я не знаю, там из сталинских времен, еще откуда. То есть вот эта глубинная память, она начинает активизироваться вот в таких условиях, ну достаточно жестких, когда мы в самоизоляции находимся. У некоторых людей страх в условиях пандемии перерастает в фобию. Она характеризуется паникой и подавленным состоянием. Может выражаться в навязчивых и избыточных мерах предосторожности. Человек скупает все медикаменты и продукты питания, обнаруживает у себя симптомы и мнимые боли. Могут быть обострения состояния людей, особенно очень чувствительных, особенно таких эмоционально-лабильных, с неустойчивой психикой. И, ну, может быть много обращений, ну, увеличиваться обращения к психологам, к психотерапевтам, к психиатрам в частности. Врачи призывают не расслабляться во время карантина, находить себе занятия вне телефона и компьютера, на удаленке организовывать рабочее место, как в офисе, структурировать день под свои обычные трудовые будни и регулярно заниматься спортом. Благодаря таким действиям психики и организму человека будет легче вернуться в прежний режим. Не вставая за стола, походить по залам столичных и даже зарубежных музеев, попить чаем, сделать и отправить отчет своему руководителю, заняться саморазвитием. За несколько недель самоизоляции некоторые вещи прочно вошли в нашу жизнь. Человек одновременно и дома, и на работе, и может сам выстраивать свой рабочий график. Последние месяцы в режиме самоизоляции показали, что удаленный формат работы возможен. Некоторые крупные компании разрешили сотрудникам не возвращаться в офисы и работать из дома даже после того, как пандемия коронавируса закончится. 16% россиян уже перешли на удаленку. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения. Много-то или мало, все зависит от вида деятельности, но в этом формате есть свои плюсы и минусы. Плюс, наверное, в том, что ты предоставлен сам себе, тебе не надо никуда передвигаться. То есть ты можешь до последнего валяться в кровати, потом встать, тут же сесть за компьютер, налить себе чаю и в такой неформальной обстановке, грубо говоря, в пижаме сделать свою работу. Удаленка, она предполагает все-таки определенный уровень самодисциплины, такой ответственности. Эта история, мы сами знаем прекрасно, что эта история не про всех и не для всех. Мечты сбылись и у школьников. Дистанционное обучение проверило на прочность системы образования страны, интернет-провайдеров и родителей, конечно, которые оказались внутри этого процесса. Еще одним бесспорным плюсом воздействия пандемии на жизнь и здоровье людей стало соблюдение социальной дистанции, а также регулярное мытье и дезинфекция рук. Возможность оформления документов и получения других госуслуг онлайн тоже стала положительным моментом в воздействии ограничительных мер. Общая беда сплотила людей и новое дыхание получило направление волонтерства. В людях стало просыпаться чувство сопричастности, сострадания, они стали более внимательными и отзывчивыми к проблемам других. Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Этот китель – один из первых экспонатов Музея военно-исторического общества 1945. Его носили советские солдаты до 1942 года. С середины 1942 до 1943 года уже была введена новая форма одежды, которые пришли к погонам. От до этого на кителях, на наших были звания, знаки различия, на бортничке такие петлички. А уже с 1943 года пошли погоны. Еще один интересный экспонат – суконный шлем Буденовка образца 1927 года. Шита она из серого шлемного сукна. Внутри подкладка и хлопчатобумажная ткань. В годы Великой Отечественной шлем нередко утепляли ватой в морозы. Но уже в 1943 году Буденовку заменили на шапку-ушанку. Все экспонаты, которые хранятся в музее, Алексей Морозов заказывал в интернете или покупал в магазинах. Особо ценно то, что он получил подарок от жителей и гостей нашего города. Например, военные письма. Очень интересно эти письма, их читать. Конечно, тяжело перебирать и читать. Чужие письма вообще, в принципе, военные еще тяжелее. Но, тем не менее, своеобразные треугольнички несут в себе энергетику сильную. Экспонаты сотрудники музея тщательно обрабатывают и реставрируют. Иногда на восстановление у них уходит больше полугода. Этот миномет 80-го калибра собирали по частям. Сначала приобрели плиту, потом ноги и трубу. Теперь он ждет своей очереди на реставрацию. Увидеть в музее его можно будет уже осенью. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сейчас Ирина со смехом рассказывает о том, как пришлось делать несколько десятков звонков. Узнавать, уточнять, переносить. А когда в начале апреля ей позвонила сотрудница ЗАГСа и сказала, что намеченной на 6 мая регистрации их с Владом брака не будет, то расстроилась и даже обиделась. Владислав воспринял новость с философским спокойствием. Да, нормально, я это все воспринял. Перенесли и перенесли, ничего страшного. Долго выбирали дату. Хотели сохранить договоренности с ведущим, фотографом, арендой зала. Потом искали день, чтобы было удобно всем. Всегда же вносится какая-то предоплата, и не хочется с людей эту предоплату забирать, потому что все мы люди, все мы понимаем, в какую ситуацию попали. Вот, и вот там как-то мы пытались найти какой-нибудь денек, чтобы все это получилось, потому что уже было не так важно, какой это будет день, чтобы он просто случился. В свадьбу перенесли на середину лета. Июнь оставили в запасе для нормализации обстановки. Полтора месяца самоизоляции не прошли бесследно. Доход у людей сократился. Ирина и Влад дальновидно поступили в этой ситуации и подумали не только о себе, но и о своих близких. Ситуация у Ирины и Владислава не единичная, но это пример того, как можно спокойно воспринимать не всегда приятные подарки судьбы и достойно выходить из любой ситуации. А молодоженам мы желаем только позитивных эмоций и счастливой семейной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова